Девушки отдыхают Девушки отдыхают Два изрядно надкусанных ножевых тяжа противника гораздо опаснее, чем один мертвый и один почти целый. Как вы помните, в прошлом выпуске Танковой Академии мы говорили о том, что огонь по танку должен вестись до тех пор, пока он не будет уничтожен. В этом выпуске мы будем рассматривать способ уберечь наши танки в боях на глобальной карте, ротных боях и даже обычных случайных битвах. Итак, приступаем к нашему сегодняшнему уроку и держим в голове важную фразу «Исход боя решают недобитки». Давайте научимся сохранять наши танки от полного уничтожения. Сделать это довольно просто. Достаточно овладеть навыком прятать подранков в глубине атакующего или обороняющегося боевого порядка. Причем прятать их надо в любых условиях и на любой карте. Даже в тесноте городских улиц вы не должны пугаться этого действия. И дабы вы лучше овладели этим навыком, мы разбили нашу тренировку на три этапа. Этап первый. Парное упражнение. Создав тренировочную комнату в Химмельсдорфе, мы разобьем участников тренировки по строго определенным парам и разместим их на площади в свободном порядке, не создавая помех каждой отдельно взятой паре танков. Каждая пара выстроится в короткую колонну и задачи танкистов будет поменяться местами. На что обращать внимание? На три основных правила. Правило первое. Смена мест должна производиться за время меньшее, чем время перезарядки самого скорострельного тяжелого танка 10 уровня Т110. Французов по понятным причинам мы не считаем. Это примерно 7,5 секунд и этого времени более чем достаточно, чтобы перестроиться, спасая недобитка от полного уничтожения. Сделать это достаточно просто. Для этого танки должны начать двигаться в одну сторону, налево или направо, навстречу друг другу. Заметьте, при этом инициатива выбора направления принадлежит впереди стоящему танку. Задний танк подстраивается под движение переднего, поскольку ему это проще сделать. Ему не нужно терять время, оглядываясь назад. Все действия напарника у него как на ладони. Как только танки поравнялись, они должны синхронно развернуться в другую сторону. Именно в этот момент начнется прикрытие. Правило второе. Силуэт танка, стоящего впереди, должен полностью закрывать прикрываемый танк. Для этого танк, вышедший вперед, должен довернуть корпус, полностью прикрывая раненого товарища своим телом. Правило третье. После того, как ваш танк прикрыли, и его силуэт полностью скрылся за танком товарища, ни в коем случае не откатывайтесь назад. Это важно. Оптимальным расстоянием для вас будет расстояние примерно в полкорпуса вашего танка. Повторяйте это упражнение снова и снова. Причем, если вы хотите добиться победы в рандомных сражениях, то позовите в тренировочную комнату напарника, с которым вы играете во взводе, и повторяйте эту фигуру высшего пилотажа. Очень скоро вы сможете выполнять прикрытие машинально. Теперь перечислим основные ошибки при перекрытии. Ошибка недоворота. Передний танк недоворачивает корпус, лишая защиты недобитка. Ошибка дальнего выкатывания. Задний танк недобиток слишком далеко откатывается назад, выходя из-под прикрытия. Небольшой совет. Начинайте смену мест по команде «Прикрой» или по любому другому, короткому и хорошо понятному слову. В бою это поможет вам не тратить лишнее время на долгое объяснение. Одно слово, и вы уже начинаете смену мест. И как только вы освоили движение в парах, переходим к первому групповому упражнению. Этап второй. Во втором этапе мы начинаем выполнять групповые упражнения. В первом групповом упражнении мы преследуем цель научить танкистов выполнять перестроение в плотном строю при дефиците места. Как это обычно случается, либо при столкновениях двух атакующих групп, либо при атаке по теснинам городских улиц. Для этого мы соберем всех участников тренировки на площади Химмельсдорфа. Выстроим их в две шеренги. И все вместе выполним простой прием, который только что отработали в парах. При выполнении этого упражнения основные моменты и основные ошибки, на которые стоит обратить внимание, те же самые, что и в предыдущем упражнении. Перейдем ко второму групповому упражнению. Выполняя это упражнение, мы закрепляем полученный навык, предоставив возможность участникам тренировки выполнять перестроение и защиту недобитков в условиях, приближенных к боевым. Для этого мы разделили каждую команду на две волны. Пока первая волна движется, вторая прицеливается. Каждая волна, в свою очередь, не должна продолжать движение больше трех-пяти секунд. Можно сказать, что танки каждой волны должны двигаться короткими перебежками. Огонь при выполнении этого упражнения не ведется. Основное внимание уделяется именно перемещениям. Обратите внимание, что наиболее комфортно в таких условиях действовать в боевом порядке, состоящем из шеренг по три танка. Это позволяет нам оставить между танками каждой линии достаточно места для маневра по смене позиции, отхода и прикрытия недобитка. Этап третий. Освоив второе групповое движение, мы повторим его, но уже с боевой стрельбой. И не беда, если поначалу ничего не будет получаться. Или получаться будет не совсем правильно. Важно не останавливать тренировку, а продолжать повторять это упражнение снова и снова. Обычно после второго-третьего повтора, который занимает не так уж много времени, участники тренировки получают необходимый навык и начинают действовать более успешно. Как только это получилось, мы приступаем к финальной части третьего этапа и всей тренировки в целом. Лучше всего для финальной части использовать городскую карту. К примеру, Химмельсдорф или Ласвиль в его городской части. В финальной части нашей тренировки мы намеренно сделаем зеленую команду более слабой и направим ее атаковать превосходящего по силе противника. Прямо по городской улице, где единственным спасением для раненых танков будут боевые машины товарищей. Нашей целью на этот раз является закрепление навыка, полученного не только в предыдущих частях данной тренировки, но и того, что мы получили на прошлом занятии по фокусированию огня. Сочетание этих двух элементов групповых действий поможет нам действовать даже против превосходящих сил противника и вырвать у него победу. Это непросто, но в этом нет ничего невероятного. Главное, чтобы каждый боец нашей команды своевременно прикрывал более слабого товарища или, напротив, вовремя уходил под защиту более сильных своих соратников, ни на секунду не забывая при этом про концентрацию огня. Вы видите, что команда зеленых, успешно овладевшая нужными навыками, неуклонно продвигается вперед и уничтожает противника, несмотря на то, что у него имеется перевес в технике. А это означает тот простой факт, что мы достигли цели нашей тренировки и сумели овладеть навыком прикрытия раненых товарищей, а также искусством размазывать ущерб от вражеского огня по всей группе, не позволяя противнику сконцентрировать огонь на отдельно взятом танке. В качестве домашнего задания предлагаем вам опробовать навыки перекрытия в обычных рандомных боях, когда вы играете взводом. Более того, сегодняшний наш урок подходит как раз-таки не только для род. Поэтому обязательно используйте это в рандоме. И тренируйтесь, конечно же. На этом мы заканчиваем наше занятие в танковой академии. Но если наша работа по объяснению принципов прикрытия недобитков и размазывания ущерба по всей группе танков подошла к концу, то вот ваша только начинается. Потому как только регулярные тренировки, повторения пройденного и проверка знаний в реальном бою могут принести пользу. Прилежное выполнение тренировочных упражнений – это залог успеха для вас и ваших бойцов. Желаем вам успеха на полях сражений мира танков. И до встречи на нашем следующем занятии, в котором мы расскажем о таком важном элементе боя, как групповое вождение или передвижение в группе танков в различных условиях.